Россияне решили увидеть мир и очутились в самой грязной стране Африки мир путешествия. Полночь 5, 15 апреля 2019 года в Мусорико пошились козы, собаки и дети россияне решили увидеть мир и очутились в самой грязной стране Африки. Фото Зора Бен Семра, Ройтез, лента.ру публикует продолжение рассказа российских путешественников Константина Колотова и Александра Смагина, которые отправились в турне вокруг света на бамбуковых велосипедах. В прошлой статье россияне рассказывали о своих приключениях в Мавритании, а на этот раз речь пойдет о Сенегале стране, в которой на них нападали с ножом, грабили, обманывали и вымогали деньги. Стране, задыхающейся от мусора, нищеты и болезней, но все же прекрасной и интересной. Стране, о которой вам стоит узнать от очевидцев. Здравствуй, Сенегал. Велосипеды уже въехали на паром, чтобы переплыть реку Сенегал, разделяющую самую бедную в мире страну Мавританию, в которой мы провели неделю, и новую для нас страну Сенегал. Что ждет нас впереди? Загадка. Что я знаю о Сенегале? Это государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила свое название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Смоле на востоке, Гвинеи и Гвинеи Бесау на юге. Внутри территории находится государство Гамбия, простираясь от Атлантического океана вглубь Сенегала примерно на 300 километров. Климат субэкваториальный, засушливый на севере, более влажный на юге. Средняя температура около 23 градусов по Цельсию в январе и 28 градусов в июле. Крупные животные в Сенегале почти полностью истреблены. Тут я выдыхаю с облегчением. Отбиться от кабана одно дело, а вот от льва или слона было бы труднее. Но в саваннах встречаются антилопы, а в глухих местах еще обитают шакалы, гиены, леопарды и гепарды. Много мелких грызунов, птиц, присмыкающихся, насекомых, в том числе и муха-цесе. Прибрежные воды богаты рыбой, включая акул. Так что лучше повременить с нашими плавательными тренировки в рамках подготовки к АЭМН, в котором мы участвуем через два месяца. Фото, Константин Колотов. 1-2. Численность населения 15,1 миллиона человек. В среднем на одну женщину приходится 5 детей. Средняя продолжительность жизни 59 лет, 57 у мужчин и 61 год у женщин. Неплохо для экваториальной Африки. Грамотность 51% мужчин, 29% женщин. Вот и ответ. Почему по 5 детей на одну женщину? Религия. Мусульмане 94%. Христиане 5%. Местные верования 1%. 25 ноября 1958 года Сенегал был провозглашен самоуправляющейся республикой в составе французского сообщества. Вот на этом, пожалуй, и закончились мои познания об этой стране. Дальше будет лишь личный опыт увиденного, услышанного, попробованного и, что важно, проанализированного. В Мавритании преобладающие большинство населения арабы со светлой кожей. Чернокожие люди там почти всегда рабы. 600 тысяч рабов в одной только стране, и это в 21 веке. Не могу про это забыть. Здесь же, на пароме, везущем нас в Сенегал, арабов не было вообще. Погрузить велосипед на паром нам помогали два чернокожих парня. Очень улыбчивые, доброжелательные. В начале я подумал, что, может, они тоже пересекают границу, но через пару минут стало ясно, что это их работа и что за свою доброту они потребуют рассчитаться. Don't worry, be happy. На пароме с нами плыла пара молодых чернокожих парней, которые очень хотели завязать беседу, но говорили какую-то совсем не связанную чушь, и я быстро потерял к ним интерес. Также был молодой парнишка лет 12, у него в руках был большой мусорный пакет литров на 60, в котором лежала огромная змея. Пакет был прозрачным, и он пугал змеей этих двух парней, которые, поняв, что мне они неинтересны, начали приставать к нему. Фото, Константин Колотов. Любопытно, сколько там будет змей в естественной природе? А будут ли львы и слоны? Мы прочли, что в Сенегале можно посетить сафари, и оно будет не хуже, чем в Танзании, а стоит при этом в 10 раз дешевле что-то около 20 долларов на человека. Животные живут в национальном парке, который начинается в 60 километрах после столицы страны города Дакар. И нам предстоит проезжать через этот район. И это напрягало. Уехать на велосипеде даже от собак оказалось не так-то просто проще остановиться и навтыкать им. А как навтыкать льву? Мы сошли с парома, опять же, не без помощи двух парней, которые помогали нам на него погрузиться. Эти же парни проводили нас к таможенному пункту. Местная граница совсем на нее не похожа. Я подумал, что вполне мог бы просто проехать через ворота и вообще ничего не оформлять, и никто бы мне ничего не сказал. Как и на мавританской границе, тут творилось вакханалие. Блуждали люди, дети, животные. Но мы не стали прорываться нелегально. Тем более это не имеет смысла. Для россиян виза в Сюнигал делается бесплатно на три месяца. Фото. Константин Колотов. 1-2. 1-2. Хотелось просто уехать как можно дальше от Мавритании. Сейчас я уже уверенно могу сказать, что на 15 долларов нас развели ни разу за путешествие по Сюнигалу. Нас не останавливали местные полицейские. На выходе наши провожатые попросили дать им денег. На вопрос сколько, пожали плечами, сколько дадите. У меня было только 5 долларов, которые они получили на двоих. Я так и не понял, обрадовались они или расстроились, но мы пожали руки. Прыгнули в седло и поехали. Crazy Russians. Хотелось есть. Консервы за последнюю неделю уже поднадоели. Хотелось перекусить чем-то более живым и вкусным. В поселке при Пагрампереходе найти подходящее кафе не удалось. Поэтому мы проехали пару километров и остановились на заправке. Она показалась вполне приличной. Собственно, после Мавритании приличным кажется любое сооружение не из глины и ослиного дерьма. На заправке мы купили вкусный йогурт с какими-то злаками и различные кексы и печенья. Больше покупать там было нечего. Тут надо отметить, что продавщица на заправке, как и большинство других встреченных в Сенегале продавцов в Бакалео и фруктовых лавках, не умела считать. Даже при помощи калькулятора. То есть они что-то там нажимают, умножают, складывают, но им это дается с каким-то нечеловеческим трудом. Мат.